Привет, ты на канале Мэджик Фэнс, я Софи, а это Мишка. Мишка, Мишка, лайк. А я Покеман Юми Чо, подписывайся на наш канал. А я Эйвен, привет. Да, подпишись, скорее, чтобы нас стало 2 миллиона. Осталось 200 с лишним тысяч. Это, конечно, много, но вы же наши крутые мэджики. Я уверен, мы с вами дойдем к мечте. А еще сегодня, ребята, на нашем семейном канале Мэджик Фэмэри, где мы снимаем вместе с Аней, вышло такое крутое видео про лайфхаки Трум Трум для животных. Как пронести питомца в школу. В том ролике столько разных животных. И наша киса Алиса. Короче, обязательно сходи и посмотри это видео, которое вышло сегодня. Мы ссылку оставим внизу. Да, как обычно, вот там внизу, в описании. Рапчи, что-то у нас похолодало, да? Да вообще холодный, да? А еще там же в описании будет написано про нашу будущую мэджик-встречу. И там же будет ссылка на инстаграмы на Анин и на наш. Короче, встречаемся 9 ноября в Красноярске на выставке Зоомир. Аня будет там с 12 часов дня до 5 вечера. Так что приезжайте со всех районов Сибири увидеться. Да, это очень крутая возможность увидеться с Аней. И не забудь поставить нам лайк. Лайк, лайк, лайк за то, что сегодня наконец-то последний день распаковки. И комментарии свои пиши, потому что мы их читаем. И как мы сказали, сегодня последний день. И мы определим победителя. Может, ребята не понимают, о чем речь. Сейчас мы им быстренько все объясним. Короче, уже восьмой день мы распаковываем наш миллион лизунов. С самого начала мы разделились на команды. Я, Эйван, выбрал все матовые лизуны. Поэтому мой гигант пока что самый большой. Мне достались все прозрачные, блестящие. Поэтому мой космос пока что не такой большой. А я выбрала зомби-лизунов. Они отправляются в мое кладбище, которое потом мы воскресим. А я, Покемонию Мечу, выбрала всех противных слаймов. И моя команда почему-то самая мелкая. И когда мы закончим всю распаковку, мы будем экспериментировать с нашими гигантами по вашим идеям. Я думаю, сегодня уж точно последний день этой мега распаковки. Смотрите, тут три слаймика в одинаковых коробочках. И на них написано Рейнбоу Шоп. Наверное, это кто-то сам делает слаймы. Ух ты, Софиша, твой любимый цвет розовенький. Давайте посмотрим. Ой, кажется, у него внутри что-то есть. Что же это такое? Сейчас выковырю. Ой, это самодельный фруктик, гранатик или апельсинка. Ань, а можно побыстрее, а? Эйвен, я стараюсь как могу. Я вообще эти слаймы для вас целую неделю распаковываю, ничего. Ой, кажется, розовый слаймик очень тянучий. У этого лизунчика очень красивый нежный розовый цвет. Он отлично тянется, а еще такой тяжеленький, плотненький. Как будто сделан из кинетической жидкости. Помните, что это такое? Это точно в команду Эйвена. Надеюсь, сегодня моя мечта заполнить этот тазик до краев исполнится. Ух ты, как вкусно пахнет шоколадкой. Вот такой вот рыжий слаймик с пупырками. И правда шоколадкой пахнет. Ага, ты тоже заметил? Аж съесть захотелось. Слышите, как он похрустывает. Вообще-то собакам нельзя шоколад. А жаль, очень жаль. Да, тебе уж точно жаль покемон, учитывая, как ты любишь покушать. Ну что ж, слаймик, по-моему, вполне здоровенький. Явно не зомби. Немножечко липковат, но растягивается отлично, практически в пленку, смотрите. Но цвет у него, конечно, так себе. Ань, мне кажется, он должен отправиться в команду покемонов ее этот, соплислайм. Я тоже, Софи, согласна. Он же шоколадного цвета. Ты хотела сказать, какая? Юми, да блин. Какой день, я тебе говорю, называть этот цвет коричневым шоколадным, а не... Какая? Юми, тихо. А мне кажется, его вполне можно было назвать оранжевым. И он бы пополнил мою команду. А вот и нет, Эйван, он явно подходит Юми. Вот именно. Тебе лишь бы свой тазик заполнить. Ни о ком больше не думаешь. У меня и так самый маленький. А сегодня последний день. Такс. Ой, это кто такой? Третий слаймик белого цвета и в нем какая-то желтая штучка. Сейчас посмотрим, не знаю, что это. А, это похоже на просто самодельный керамический желтый шарик. Видимо, просто украшение. А лизунчик совсем другой. Не такой, как в предыдущих баночках. Более плотный, шершавый. Знаете, такое ощущение, что я какую-то кокосовую пасту в руках держу. Тянется и скручивается он так себе. Но при этом сказать, что это зомби нельзя. Короче, а не тяни время, он идет в мою команду. Ну, если остальные не против. Да вообще-то и не поспоришь. Ну, хорошо. Пополнение в команду Ивасика. А, несмотря, тут есть еще один беленький. Да, открою для сравнения. Интересно. Ну, хорошо, давайте посмотрим, как выглядит другой белый слайм. Мне кажется, он совсем другой. Во-первых, он блестящий аниматовый. Во-вторых, он немножко меньше. И вот посмотрите сразу, как он растягивается. Практически в тонкую пленочку по сравнению с тем. А может быть, тот был флаффи слайм? Юми, ты в прошлый раз тоже все флаффи слаймами называла. Хотя, если честно, я не особо поняла отличия. Если он флаффи, то это значит, что он такой пушистый и воздушный. А как же тогда называется не флаффи? Может, ребята знают? Слаймик с цветными украшениями и слегка суховат. Но в целом он хороший. И снова в лизун гигант к Эйвену. Да, и правда, кокосом пахнет. Раз уж речь зашла о фруктах, давайте откроем вот этот вот киви. Обожаю, когда слаймики упакованы как-то неординарно. Ой, а цвет у него совсем не похож на киви. На протухший киви. Ага, да, Юми, в точку. А по-моему, протухший киви и черного цвета. Эйвен, хватит умничать. Ну, а что, если это правда? Тогда это похоже на супер. Юми, я все слышу. Свет, конечно, у слаймика действительно странный. То есть он что, зомби? Да вообще-то зомби-то его и не назовешь вроде. Ведь он растягивается неплохо, жамкается, скручивается, соединяется обратно. Он не совсем мертвец. Ну, что мы будем с ним делать? Кстати, по-моему, он должен был пойти в распаковку мини-лизунов. Потому что он такой маленький, посмотрите. К Юми чу, Ивань? Да, да, в мою противную командосину. Ой, блин, покемон. Аня, открой какой-нибудь розовый, а? Розовый так розовый, София, но будь готова к тому, что он может пойти в команду Эйвана. Да ладно, я уже смирилась. Так, блин, смотрите, тут написано баттер слайм. Размазывается. Кажется, сегодня, благодаря нашим ребятам самоделкиным, мы узнаем еще один вид слайма. Баттер слайм. Баттер по-английски масло. Да, я знаю, София. Тебе говорю, по кому? Мало ли, может быть, кто-нибудь из мэджиков, которые нас смотрят, не знает. И думает, почему эти слаймы называются баттер. То есть, получается, суть в том, что они похожи на масло. Вот почему они не возвращаются обратно в свое состояние. Помните, мы с вами распаковывали такие? Да, я помню. И ты говорила, что это не лизуны. Ну да, потому что мы привыкли, что лизун это что-то такое тянучее, которое растягивается и возвращается обратно, а это больше похоже на какой-то пластилин. Кстати, цвет у него красивенький. Никак бы не подумала, что это называется баттер слайм. Ну просто какая-то штука, из которой можно лепить. Потому что они не похожи на лизуно. Предлагаю все-таки отправить его в антистресс в кладовку. Раз уж предыдущие мы отправляли туда. Ладно, как скажете. Я беру вот этот красненький. Потому что он такой прикольный. Смотрите, у него там блестки такие на дне. Как будто снежинки. Очень необычное украшение. Такой классный узор и такой ярко-красный цвет. Будь охурадней, Аня. Почему? Потому что ты рукозопа выбираешь всегда зомбаков. Но не в этот раз, вот увидите. О нет, о нет, только не это. Вот как всегда, Ань. Всегда, когда ты выбираешь слайм, ты выбираешь зомби. Это закон. Ну почему, блин, он такой был бы красивый. Такой яркий, с такими красивыми украшениями. А теперь придется отправить его в Мишу на кладбище. Потому что он выливается. Он даже не держится в руке. Он вообще как какая-то густая жидкость. Да, уж зато у Мишки кладбище, конечно, шикардос. Такое яркое, разноцветное, да? Да, еще очень-очень большое. А это, Елена, беспокоит больше всего. Конечно, потому что она догоняет уже мой тазик по размерам. Да, действительно, кладбище у Миши увеличилось за эту неделю. Ого-го. Кстати, смотрите, я опять случайно задела тот зомби. Зеленый лизун, и он снова покрасил мне руки зеленым цветом. Вот это, Тань. Ладно, в нем явно слишком много краски. Как ребята сказали, что все слаймы красят. Но только краску нужно добавлять правильно. И вот, видимо, кто-то совершил ошибку в смешивании. Ну что ж, Софи, твоя слайм интуиция тебя не подвела. Благодаря тебе я открыла здоровый лизун. Ну ты ж хотела красный. Да, я так хотела посмотреть, как смотрится ярко-красный слаймик. И вот теперь увидела, выглядит шикарно. А в нем еще блесточки. Вы только посмотрите, какой офигенный цвет. Помидор! Да мне кажется, таких помидоров ярко-красных уже не бывает. А как растягивается до прозрачной пленочки. Слаймик, конечно, совсем небольшой. Но очень гибкий, тянучий. Практически не прилипает к рукам. И самое главное для меня, что он реально очень красивый. Вы только посмотрите, какой у него насыщенный цвет. Но как же так? Говорят же, если добавить слишком много краски, то слайм начнет краситься. А если добавить мало, то слайм будет бледненький. Так как же человек, который делал этот лизун, добился такого яркого, насыщенного, густого цвета. Но при этом он не пачкает руки. Ань, су его уже в команду Эйвана. Да, мое. Да уж, Эйвана, это точно настоящий гигант. Зато у меня может быть и небольшой, но очень красивый. Да, Софиш, Юмкин пока что самый маленький. А вот Миша догоняет Эйвана. Открой пиписиновый. Юми, сколько можно говорить, не пиписин, а апельсин. Мы же уже тебе объясняли, когда открывали оранжевые лизуны. Ребята, а по поводу оранжевых слаймов у меня есть идея. Никаких идей, он мою команду, Миша. Хэллоуин, хэллоуин, хэллоуин. А, я поняла, про что вы говорите. Оранжевый цвет, это цвет тыквы, цвет хэллоуина. Может быть, у вас есть идея сделать хэллоуин слайм? Кстати, слаймик этот очень маленький. Ань, добавь к нему еще вот этот бледно-оранжевый. Хорошо, сейчас попробую. Замешаю их вместе. Предыдущий слаймик здоровенький, но маленький. Добавлю к нему вот этот вот бледно-оранжевый. Бледно-пеписиновый. Так что насчет хэллоуина-то? Давайте сделаем несколько хэллоуин-выпусков. Да, пусть ребята напишут в комментариях, хотят они или нет. Украсим комнату хэллоуину, сделаем ее страшной. Придумаем какой-нибудь пугающий декор. Обязательно порежем тыкву. Сделаем хэллоуин слайм. Так, этот лизун идет в команду Эйвена. Какие еще идеи? Можно еще хэллоуин-костюмы придумать. Отличная идея, покемон. Сделать несколько хэллоуин-выпусков. Интересно, хотят ли ребята? Пусть напишут в комментариях. Давайте скорее, у нас осталось совсем чуть-чуть. По-моему, сегодня пополняется только команда Эйвена. Ну, Софиш, извини, но никто не виноват. У меня уже несколько дней, команда почти не пополняется. Не правда в прошлый раз было. Очень мало по сравнению с тобой. Софиш, ну мы же не виноваты, что матовых слаймов больше, чем прозрачных. Бордовый здоровый слаймик. Добавлю к нему вот этот вот розовый. Смотри, кстати, на нем написано для Софи. Ага, потому что он розовый. Но, видимо, когда кто-то его делал и присылал, он еще не знал, что у нас команда. Иначе бы он бы прислал мне прозрачный. Этот слайм тоже здоровый, предлагаю добавить к нему еще один розовый. Софи, ну ладно тебе, ну не расстраивайся. Не плачь, сестренка. Ну просто ты всегда выигрываешь. Я тоже на тебя обижусь. Ну за что, за что, а? Потому что ты вечно на меня ругаешься. Нет, просто мне жалко, что у тебя такой огромный гигант. Зато у тебя красивый. Ну да, ты прав, ладно. Пока вы там сюсюкались, я обнаружила, что третий лизунчик зомби. Красивое у меня кладбище. Это все потому, что Аня, выбрала его ты. Да уж. Но вот этот лизун, который у нас получился, довольно большой, в отличном состоянии. Получился такой полосатенький, из разных оттенков. Шикарно тянется. И вообще я молодец. Спасибо, Вайвенскую команду. Круто, а теперь давай откроем вот эти. Ага, из крупных лизунов у нас остались слаймы все одного оттенка. Все синевато-голубовато-бирюзовые. Смотрите, какой красивый перламутровый лизун. Ой-ой-ой, только, блин, кажется, он слишком липкий. Ань, а он же не совсем зомби. И он перламутровый. А перламутровый идут к Софии. Спасибо, Миш, за поддержку. Окей, отправим его в тазик Софии. Хотя, конечно, он все-таки был зомби, наверное. Просто Миша хотел тебя поддержать. Мне кажется, это не очень честно. Эйвен, ну должен же в последний день распаковки у Софии быть хоть кто-то. И тем более он очень подходит Софишке. А за счет того, что он липкий, ее слайм будет более тянущим, а то он начал подсыхать. Я считаю, что Миша совершила поступок, которым можно гордиться. Поддержала друга. Да, спасибо, Мишке. Еще один голубенький слайм. Посмотрим, зомби или нет. Этот слайм явно матовый, уже не перламутровый. И поэтому, Мишка, тут твоя помощь не прокатит. Блин, да что ж такое, слайм опять слишком липкий. Такие красивые лизуны пропадают. Но так как он Софишей не подходит, потому что он явно матовый, он пойдет, Мишаня, в твое кладбище. Блин, какой красивый слайм пропал. А мог бы пополнить мою команду. Так, тут у нас кто-то блестящий зелененький. Тоже перламутровый лизунчик. Небольшого размера, но фух, по-моему, он не зомби. Тянется, по крайней мере, он даже слишком хорошо. Но ты его замешай, Ань, замешай. Да, когда в итоге я его хорошенько замешиваю, он не так прилипает к рукам. Очень красиво блестит. Прям такой явно перламутровый. Ну, а по закону все такие очень блестящие перламутровые слаймы идут в команду Софи. Неужели хоть что-то за сегодня? Давай скорее, Ань. От Ксюши для Ани питомцев и лучшие. А тут, я так понимаю, у нас батер слайм. Хотя, нет, наверное, это не батер слайм. Наверное, это флаффи. Опять, Юмичу, ты все подряд флаффи называешь. Очень насыщенный цвет у этого лизуна. Такой прям супер-супер синий. И в нем не только практически незаметные блестки, но как будто еще немножко кинетического песка. То есть он такой шершавенький. Безумно красивый у него такой густой цвет, как гуашь. Надеюсь, он не красится. Он явно не зомби, смотрите, как он хорошо растягивается. И при этом такой струйкой добавляется к Эйбану. Так, голубенький матовый. Очень похож на предыдущий по структуре. Но цвет ближе к бирюзовому. Очень красивый. Цвет морской волны. Да что вы говорите, Юмичу, ничего себе ты умница. Смотрите, что с ним происходит. Он порвался ровно по краям, а в середине как бы дырка. Так, тут есть украшение в виде ракушечки. Давайте добавим к нему еще один бирюзовый, чтобы увеличить их размеры. Потому что, мне кажется, их сделал один человек. В этом тоже есть ракушки. Замешаем их вместе. Да что ж такое, почему они так странно рвутся? Получается какое-то колесо из лизунов. Мне кажется, как будто они слишком сухие. Добавим к ним еще один бирюзовый, а? Блин, и он тоже рвется, только по-другому. А вот эти слаймы, которые прям ломаются на кусочки, мне кажется, сделаны из крахмала. Но что ж такое, почему они ломаются? Все, это зомби. Да, добавляю, добавляю как к Миши. Извини, Юмич. Но, 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 так не честно. Не надо было их смешивать. Ань, знаешь что, ты попробуй их все-таки согреть. И сильно, сильно хорошо помять. И правда, когда я их очень долго пожамкала в руках, и они практически смешались, они как будто стали нормальные. Видишь, они не обязательно зольные. Я не поняла, Миша, ты что, сейчас Вивену помогаешь? Просто это будет честнее. Хорошо, попробуем добавить к ним еще вот этот синий. Более липучий. Замешаем их все хорошо. Соединим их в такую колбаску. Получаем такой очень большой лизун. И действительно, после долгого замешивания, можно сказать, что слаймы абсолютно здоровые. Видимо, дело в том, что у нас в комнате очень холодно. И эти слаймы не могли правильно функционировать. Ань, ну раз уж он и так такой гигант. И выбора у нас особо не осталось. Всего три лизуна. И они все подходящего к нему цвета. Может быть, тогда уже замешаем все. Спасибо, сестренка. Ну, хорошо. На ваш страх и риск. Давайте попробуем. Ну, у меня есть условия. Если в итоге все испортится, то этот лизун пойдет в Мишки на зомби-кладбище. Будем надеяться, что ничего не испортится. Тут какой-то пластиковый болтик был в этом лизунчике. Похоже на чей-то зуб. Это типа, наверное, украшение. Так, добавим теперь еще один вот этот бирюзовый. Он тоже, кстати, в нормальном состоянии. У меня одно ощущение, что мы делаем еще один гигант. Посмотрите, какой большой слайм получается. Украшения все приходится доставать, потому что если нам придется замешивать наши лизуны в блендере, то они могут испортить и сломать блендер. Или же сами испортятся. Но все равно я заметила, что когда жамкаешь хорошенько слайм, всякие твердые большие штучки из него сами выпадают. Вот такой вот у нас шарик. Толстенький, плотненький, голубенький получается. Кстати, очень красивого цвета. Ань, давай так и оставим, не будем добавлять прозрачный. Потому что он может быть к тете Софи в команду. Или ко мне. Ну хорошо, торжественно добавляю этого большого голубого гиганта в команду Эйвона. В матовый лизун-гигант. Кроме мини-слаймов у нас остался последний лизунчик. Давай посмотрим. И этот последний слайм действительно полупрозрачный. В нем есть блесточки. Он не зомби, хорошо растягивается. Зеленоватого цвета. Я бы сказала, болотного. Ага, ой, Эйвен, прости, чуть тебя по морде не ударило. Случайно. Ничего страшного. А по-моему, он похож на сопельки и подходит мне. Юмичу. Ты что, правда, за? Он не подходит для Софи. Он не космического цвета. Но он блестящий, полупрозрачный. Ну пожалуйста. Ну ладно, прощай, лизунчик. Ребят, ну раз уж он последний, давайте справедливо решим. Он подходит тебе, Софиша, в твой космический лизун? Эм, если честно, даже не знаю. Или все-таки Юмичу в ее противные слаймы? Я торжественно готова отдать этого лизуна Юмичу. Ну вот Юмичу. Софи решила. Ура, спасибо. Ну посмотрите на него, это же явно мотива. Отдаю вообще без сожаления. Ну что ж, ребятки, смотрите, что у нас получилось. Больше недели распаковки лизунов не прошли даром. Гигант Эйвена самый большой. Я, конечно, не добрался до краев этого тазика. Но твой лизун реально по размерам самый гигантский. И пусть ребята, которые сейчас смотрят, решат, чей самый красивый. Напишут в комментариях. А это Мишкин зомби-слайм. Возможно, ребятам понравится, как он выглядит. И мы его будем воскрешать, да? Да, мы перемолим всех этих мертвецов в блендере. И посмотрим, кто из них получится. Третий гигант по размеру. Это мой космический, магический, волшебный лизун. Да, куда шли все прозрачные, перламутровые. И на самом деле он действительно похож на космос. Очень красивый. Мне тоже очень нравится. Но мой самый большой. С этим не поспоришь. А мой самый маленький. Но зато самый противный. Да, ужасно мерзкий лизун Юми. Вообще-то это была моя цель. И, по-моему, Юми своей цели достигла. Она собирала всех противных лизунов. И вот что получилось. В итоге, ребята, у нас 4 слайма-гиганта. Они все разные. И у нас осталось много мини-лизунчиков. Какие у вас предложения? Я считаю, надо потратить еще один день на распаковку мини-слаймов. Распределить их в наши лизуны. А потом начать с ними экспериментировать. Я думаю, что ребята согласятся. А ты пока иди и смотри новое видео на канале Мальчик Сэмали. Лайфхаки Трум Трум. Как принести питомца в школу. И увидимся совсем скоро в Хэллоуин-выпусках. Да!